Атаки на энергетические объекты Украины, шок и возмущение действиями страны-террориста, реакция мира на массированную атаку Украины. Об этом будем говорить далее в нашем эфире. Вы смотрите телеканал Freedom. Спасибо, что вместе с нами узнаете правду о войне в Украине. Массированные обстрелы Украины, экстренные заседания стран Большой Семерки, ситуация на фронте. Эти и другие темы обсудим с нашим следующим гостем. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Президент Зеленский буквально час назад выступил на экстренной встрече лидеров Большой Семерки. В частности, украинский лидер говорил о том, что Россия начала новый этап эскалации после введения восьмого пакета санкций. А значит, экономические ограничения, они недостаточно жесткие. Нужно бить санкциями симметрично по энергетическому сектору РФ. Будет больше изоляции для России, как вы считаете? Ну, мир постепенно приходит к осознанию главного, что с Россией не надо, вернее, что не нужно принимать половинчатые решения, потому что любое половинчатое решение, оно в итоге будет стоить гораздо дороже, чем если вы сразу примете все, что нужно. К сожалению, мир не думает так, как Украина, не готов действовать так, как Украина, и не готов принимать такие жесткие решения, как принимает Украина. Тем не менее, я считаю, что вчерашнее событие, вчерашний массированный масштабный обстрел крылатыми ракетами и сегодняшнее продолжение этого обстрела, по сути, он четко поставил конкретно мир перед вопросом. Либо мы оставляем, ну и продолжаем вот эту вяло текущую такую войну, в которой будут гибнуть украинцы, а мы будем просто с широко открытыми глазами бегать, выражать сочувствие и так далее. Ну, иногда помогать какой-то техникой. Или все-таки мы окончательно примем для себя принципиальное решение. Подчеркиваю, принципиальное решение, кстати, президент Зеленский об этом постоянно говорит. Миру нужно принять, что Россия должна проиграть. Не просто все должно как-то закончиться, а Россия должна проиграть. И для этого действительно необходимы и жесткие, максимально жесткие, по сути, репрессивные санкции, например, против того же Росатома. Если мы говорим в данном случае о ключевом аспекте, например, о Запорожской атомной электростанции, где Россия продолжает беспредельничать, нужны жесткие санкции против Атомпрома, Росатома, против вообще юридического лица, как и юридической отрасли российской атомной. Соответственно, нужны более жесткие, окончательные санкции по нефти и газу. То есть, грубо говоря, они должны быть лимитированы в цене, они должны не иметь возможности продавать даже с дисконтами свою нефть. И, соответственно, безусловно, третий аспект, о котором президент постоянно говорит, это безусловная передача Украине необходимого защитного оружия. Мы уже даже прямо говорим. Вот конкретное защитное оружие, в данном случае система ПВО, потому что Россия, которая проигрывает на поле боя, естественно, переносит войну в другой тип, в конкретный террористический, геноцидный, юридически оформленный даже тип войны. Михаил, а вот как должно выглядеть вот это все-таки целостное решение и как должен выглядеть проигрыш России? Как это может консолидировать Запад? На чем они могут остановиться? Что будет для них вот этой целью? Для них, в принципе, эта цель очень простая. Это обязательное военное поражение России на территории Украины. Это первое условие. Абсолютно конкретное условие – это выход украинских войск на суверенно признанные границы, международные, вернее, границы 1991 года. Это, безусловно, ключевой элемент проигрыша Российской Федерации. Почему? Потому что этот элемент запустит второй элемент, ключевой дальше. Следующий ключевой элемент – это трансформация политической системы. Вот эта вся политэлита, которая сегодня еще как-то там проявляет себя, эти все Пригожины, Патрушевы, тот же Кадыров и так далее, они должны будут уйти в небытие, потому что с ними, в принципе, разговаривать не о чем, с ними договариваться не о чем. Они абсолютно точно не придерживаются ни норматива международного права, ни, в принципе, глобальных правил поведения. Для России современного типа, для России с нынешней элитой все это неприемлемо, и, соответственно, они необучаемы. Вот это второй этап, да, то есть, условно говоря, политическая трансформация. Вот этот период, небольшой период такой турбулентности, при которой, соответственно, наверное, будут определенные революционные процессы, то, что не было закончено в начале 90-х годов в России. После этого возникнет какая-то слабая демократия. И вот тут главное, чтобы не допустили ошибки наши партнеры, такие, как они допустили в середине 90-х, когда еще демократия только начинала оформляться, а уже мировые страны сказали, ну все, Россия изменилась, в принципе, будем давайте закрывать постепенно глаза на какие-то их шалости, детские шалости, тогда так называлось это, когда они начинали обратно проявлять свой вот этот шовинизм, свою имперскость, ну, по сути, другую модель поведения. Вот это все будет меняться. Кстати, между прочим, сегодня после заседания, экстренного заседания J7, уже прозвучала совместная комьюнике, в котором четко сказано, во-первых, консолидированная позиция по поддержке Украины, высказана прямо, зафиксирована. Второе, высказана позиция по необходимости продолжать и ужесточать санкции против Российской Федерации. То есть, соответственно, уже видим абсолютно точное понимание между ключевыми странами в международном сообществе того, что Россия в таком виде существовать дальше не должна. Единственный вопрос, который до сих пор, ну, как бы, мы не имеем на него ответа, это готовность международного сообщества все-таки предоставить весь спектр необходимого нам оружия в максимально короткие сроки. Почему? Потому что предоставление всего объема оружия, которое нам необходимо, в определенные сроки, оно позволит резко ускорить финализацию войны. Вы сами прекрасно видите, что война, в принципе, с точки зрения боевых действий, она действительно России проигрывается. Единственный ресурс России на сегодняшний день – это крылатые ракеты, это беспилотники иранского происхождения, которыми они атакуют нашу территорию. Ну, вот Генсек НАТО сегодня сделал ряд важных заявлений. По ядерной угрозе я процитирую. Мы четко передали России, что будут серьезные последствия, если они применят ядерное оружие, в том числе малой мощности в Украине. И также Йен Столтенберг заявил, что победа России в войне против Украины станет поражением НАТО, и этого нельзя допустить. Вот насколько важны эти слова, и насколько они отображают готовность наших партнеров помогать Украине? Там есть еще одно очень важное заявление господина Столтенберга. Оно даже более значимо, лично для меня оно более значимо. Он говорит о том, что они будут проводить сейчас немедленную тренировку, немедленные учения в рамках противодействия ядерной угрозе. То есть, грубо говоря, учения в рамках вот этого самого протокола ядерного сдерживания. То есть, грубо говоря, страны НАТО, в том числе ядерные страны НАТО, будут сейчас тренироваться с точки зрения, как противодействовать вот этим любым попыткам России намекнуть или даже начинать подготовку к применению тактического или тем более стратегического ядерного оружия. Крайне важный симптом. Он четко говорит, что все, мир перестал выражать там озабоченность, как это мы традиционно. Мир четко понимает. Ну, я имею в виду мир. Когда мы с вами говорим слово мир, мы понимаем, о каких странах мы говорим. Да, это те страны, которые действительно готовы принимать определенные тяжелые или нужные решения. Так вот, на сегодняшний день можем зафиксировать, что действительно доктрина ядерного сдерживания работает. Это первое. Второе. Протокол ядерного действия работает. И страны, которые имеют отношение к этому протоколу, к фиксации того, как нужно себя вести в случае возникновения подобного кризиса, они готовы дальше работать в рамках этого протокола. Это чрезвычайно важно. И это, в принципе, будет по непониманию уже у России другой степени ответственности за свои вот эти бахвальства. Мы тут то, мы сейчас тут тактическим ядерным оружием куда-то ударим и так далее. Дальше. Вот что, что касается Гутиерыша, да, слово Гутиерыша, это тоже чрезвычайно важный симптом. Потому что он как бы олицетворяет собой не столько ядерные державы, сколько, скажем так, практически все ключевые государства третьего мира, да, которые занимали такую достаточно, ну, скажем, нейтральную позицию. Вот, по сути, Гутиерыш говорит, что мир консолидированное решение принял невозможности применения ядерного оружия и невозможности угроз применением ядерного оружия, то, что делала Россия в течение последнего месяца. То есть, таким образом, Гутиерыш как бы обозначил перед Россией, что никто в этом мире, подчеркиваю, ну, кроме уже абсолютно отмороженных стран, типа той же Северной Кореи, да, никто не будет поддерживать вот эту абсолютно варварскую позицию Российской Федерации. Это чрезвычайно важная симптоматика. Действительно, нам эти люди своими заявлениями четко говорят, мир выбрал сторону. Это точно не сторона Российской Федерации, и Россия теперь будет идти только от худшего к худшему. Тут вопрос в другом. Вопрос, и опять же, это еще одно из сегодняшних заявлений, уже сказано о том, что в рамках контактной группы, которая работает над тем, какой вид техники и технологического оборудования Украина должна получать, от наших партнеров в рамках Рамштайна, то, например, я надеюсь, что в Рамштайне уже будет четко, и сегодня об этом сказано тоже, что будет четко проговорено ускорение передачи нам систем ПВО и систем ПРО, современных систем для того, чтобы мы все-таки закрыли небо. Потому что вчера мир впервые, впервые, подчеркиваю, в прямом эфире, увидел масштабную, массированную, целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре, по центрам больших городов, мирных городов, по людям, которые едут на работу. То есть это было сделано умышленно. Мир такого типа удара. Да, были удары по отдельным городам иногда, в рамках каких-то конфликтов и так далее, но вот такой запланированной каскадного удара по целому ряду городов с умышленным уничтожением детских площадок, школ, деток, которые идут в школу, людей, которые идут на работу, мир еще не видел. И поэтому я считаю, что в среду на Рамштайне мы получим ускорение, существенное ускорение процедуры передачи нам систем ПВО-ПРО. И об этом уже прямо наши партнеры говорят. Ну видите, вот с начала 90-х, как вы говорите, Запад закрывал глаза на все, что творила Россия, и допрощались до того, что теперь приходится проводить учения, как противостоять ядерной угрозе. Мы не можем требовать от людей быть богами или быть теми, кто принимает абсолютно идеальные решения. Люди, они все со слабостями, и они очень часто думают о других людях лучше, чем те есть на самом деле. Это когда мы говорим о Российской Федерации. К сожалению, все поверили в то, что Россия может без покаяния, без покаяния за вот этот страшный советский период, который, вы понимаете, мы там привыкли вспоминать застойный период, там пионерские лагеря, костры, игра на гитаре, колбаса по 2.20 и так далее. А на самом деле это чудовищный период, который перемолол гигантское количество людей, особенно в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы. Это миллионы людей, которые сгорели в топке вот этого режима. И, соответственно, Россия, как правонаследница этого, забрала, конечно, себе жадными лапами своими, забрала все там достояние, которое оставалось, ресурсы, которые доставались, оставались от Советского Союза после распада, но абсолютно не прошла через покаяние. И Запад просто не обратил внимания, что этот монстр просто тихонечко на время затир, а дальше он будет все равно развиваться как монстр. И, соответственно, мы сегодня увидим СССР 2.0, не более того. Но, опять же, осуждать людей, которые в середине 90-х ошибочно посмотрели, они просто надеялись, что там стоят люди, которые с глазками вот этого кота из мультфильма «Шрек», помните, да? Вот так они смотрели на людей и обещали им, нет, мы исправимся, мы демократичны, у нас будет свобода слова. Видите, у нас есть телеканал там НТВ свободный, да, но на тот момент еще только созданный. У нас есть там Останкино, которое уже будет, условно говоря, вещать иначе. У нас есть свободные газеты, выборы. Смотрите, у нас выборы есть в Госдуму и так далее. И тому подобное. У нас президентские выборы даже есть. И вот это все приспало внимание Запада. Запад хотел быть очарован Россией. И, соответственно, не заметил того, что там произрастает вот этот абсолютно ужасный монстр, который сегодня собирает дань с человечества, убивая украинцев, собирает кровавую дань. Вот это все мы сегодня видим. И нам необходимо, это осознав, и наши партнеры, я надеюсь, это видят, не допустить повторной ошибки. Нету никаких позиций переговорных сегодня. Потому что Россия, вот эта политическая элита российская, это не переговорная элита. Это элита ультимативная. Она либо зальет кровью все, либо проиграет и будет юридически отвечать. Это первое. Второе. Нету никаких ресурсов, которые стоили бы жизни или территории Украины в Российской Федерации. Это все обычное сырье, понимаете? Россия не имеет никакой, ни малейшей ценности цивилизационной для человечества. Поэтому нету смысла разменивать. И мы партнерам это постоянно говорим. Просто, наверное, не так красочно, как я сейчас вам говорю, но мы, тем не менее, объясняем. Нету никакой ценности у России, чтобы разменять ее на жизнь хотя бы одного ребенка в Украине. Вот вы уже сказали об этом, Михаил. Хотели бы еще детальнее об этом поговорить. Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Чего добивается страна-террорист? Запугать мирное население тем, что не будет света, воды и газа? Нет. Она добивается более худших условий. Она хочет просто умертвлять холодом и голодом наше население. Понимаете, это люди, которые остались, еще раз подчеркиваю, в 30-е по своей ментальности. И они злорадствуют, когда предчувствуют, что, например, уничтожение ТЭЦ, там, Киевской или Винницкой или еще какой-то, да, или Харьковской, оно позволит заморозить людей. Они хотят убивать. Они не хотят напугать даже. Они хотят именно привести нас не просто к ощущению войны через убийство, через то, что сирена постоянно работает, через то, что мы сидим в подвалах. Они хотят именно, чтобы не было у нас зимой ни отопления, ни электричества, ни воды питьевой, ничего, чтобы мы умирали, как будто это действительно сороковые годы, и ты абсолютно без всего находишься, без всяких источников существования. Мало того, они не хотят, чтобы мы имели хоть какой-то комфорт. То есть и они поэтому не просто хотят напугать нас. Нет. У них уже такой цели не стоит. Посмотрите на них. У них в глазах написано, мы хотим, чтобы вы массово умирали от самых страшных мук. Например, от голода или от холода и так далее. Это все не образные выражения. Они именно в это верят. То есть вот Российская Федерация сегодня на уровне и своей пропаганды, и практически подавляющей части своей элиты, которая влюблена в эту пропаганду. Я уже не говорю про общество. Она искренне хочет массовых смертей от самых страшных явлений, таких как голод и холод. Вот это нужно понимать. Это не вопрос даже информационного, эмоционального на нас воздействия. Это действительно способ уменьшения масс людей. Я же почему и говорю, что это геноцидного типа война, она документально уже оформлена. Они это делают умышленно, не скрываясь, никак не объясняя, почему они это делают. У них им все равно, есть ли международное право, есть ли у них мандат на подобные действия. Нет. Они какой-то, извините меня, какой-то абсолютно ненужный никому мостик подорвали у себя. Ну там сами подорвали. Маленький кусочек этого мостика, где случайных несколько человек погибло, они это называют такой помпой. Выходят субъекты с бегающими, скажем так, глазками и рассказывают, смотрите, это теракт, это террористическая суть. Но при этом вы сейчас показываете ужасающие картины того, что они без всякого права делают на территории суверенного государства. И у них даже в голове не проскальзывает, подождите, какой мост. Посмотрите, мы террористы. Вот по сути Российская Федерация сегодня, вот вчера, особенно задокументировала в полном объеме, задокументировала в прямом эфире суть терроризма как такового. Государство-террорист. Я вообще, например, считаю, что мы должны выйти с инициативой и предложить миру назвать 10 октября днем российского террориста или днем российского терроризма. И поставить международный день такой памяти. Вчера в нашем эфире Игорь Яковенко, экс-глава Союза журналистов России, вот он сказал, что то, что сделала Россия, это способ удовлетворить людоедские потребности своих сторонников. И мы видели эти цитаты, да, Симоньян и других пропагандистов, как они комментировали то, что происходило в Украине. Как вы считаете, вот Запад, о котором мы с вами говорили, коллективный Запад, он все это видит, он понимает, вот к чему Россия ведет этот конфликт, вот к этому голоду, к которому говорили, к тому, чтобы люди мерзли, чтобы у них не было комфорта, и все это происходит в центре Европы? Ну, во-первых, я считаю, что пропагандистов, да, у пропагандистов жизнь будет короткая и яркая, они будут сидеть на скамье подсудимых однозначно. Вот эти все перечисленные вам и фамилии, там десяток или там полтора десятка, они очень важно будут восседать с широко открытыми глазами на трибуне, вернее, на скамье подсудимых. Это очень важный аспект, понимаете, они должны за это отвечать. Мы не довели, вот мир часто не доводит до конца это, а надо доводить до конца, и вот эти субъекты должны действительно будут ответить, все вот эти Скобеева, Симоньян и так далее, вот этот ее там странный муж, который патриот особый, да, с другой кровью на самом деле и так далее. Но, тем не менее, возвращаясь к европейцам, вы знаете, это более сложная проблема – осознание. Осознание вообще тяжело работает. То есть Европа – это гуманистическая часть цивилизации. Европа живет вообще в другом ценностном пласте. То есть они по-другому все воспринимают. И они до сих пор, это не то, что не хотят, они просто не могут поверить, что можно быть в 21 веке такими варварами, которыми сегодня являются россияне. Они просто в это не могут осознать до конца, не могут поверить. Это тяжело, понимаете, когда у вас фильтры стоят. Они, когда у них, например, там миграционные были, вот кризисы, вы помните, да, когда там волны миграционные попадали в Европу, они были в шоке от того, что мигранты творят на улицах европейских городов. Почему? Потому что это уже разные временные промежутки. Это не в разные даже культурные промежутки. Это разные временные промежутки. В организации средневековья, да. Конечно. Европа находится в других гуманистических вертикалях. Она вообще по-другому воспринимает все. И она не верит. Она думает, что это какое-то невозможное проявление ненависти одного. Причем Европа ведь долгое время, вы же помните, да, Европа долгое время искренне считала, что Украина и Россия это что-то одно целое. Просто как-то непонятно оно там разделилось. У них там одна культура, они там одно государство бывшее было и так далее. Мы им объясняли, смотрите, ребята, мы разные, мы функционально разные, мы культурно разные, мы ментально разные, да. У нас там есть пересечение среди родственников, но мы разные. Мы вообще по-другому заточены. Мы не живем в лагерях, как живет Российская Федерация. И мы не живем надеждой на реваншизм, как жила Россия все эти годы последние, особенно при Путине. Нам не нужно доказать кому-то, что мы самые сильные, ставить кого-то на колени. Мы хотим жить в комфортной стране. И вот Европа долгое время не могла разделить нас и Россию. Даже после 2014 года это было сомнительно. Они как-то думали, странный конфликт какой-то, Крым забрали, но Крым, наверное, может там быть, может там. Это было действительно странно. Вот на это... Но теперь, надеемся, теперь они понимают, что происходит, и будут принимать правильные решения, будут принимать верные решения и выйдут на вот те целостные решения, с которых мы начинали наш разговор. Надеемся, да. Но я думаю, что это вопрос перерождения Европы по отношению к Украине. Украина точно абсолютно уже самостоятельное, суверенное государство. Ни у кого нету сомнений. Украина одной из лидерских европейских государств, поверьте мне. Украина исторически уже по-другому будет звучать всегда. Украину точно никогда не спутают с Россией. Европе осталось чуть-чуть, еще маленьких полшага сделать, для того, чтобы осознать, в таком виде Россию оставлять нельзя. Россия — это государство-зверек, которого нужно посадить в клетку, пока оно там не пройдет очистку определенную. А после этого, действительно, пусть оно попытается еще раз переосмыслить себя, перезагрузить себя. Вот что важно. Почему я говорю, что важно правильно закончить войну? Потому что только поражение в военном смысле на территории Украины позволит самой России, сидя уже за железным занавесом в той самой клетке, перезагрузить саму себя и получить хоть какой-то шанс на нормальное дальнейшее развитие. Вот это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо за ваш комментарий. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, был с нами на связи. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо.